Харе Кришна, дорогие предны, дорогие гости нашего фестиваля. Если такие, кто пришел сегодня в первый раз, поднимите, пожалуйста, руку. Рады всех приветствовать. Оставайтесь до конца, будет интересно, познавательно, вкусно. И, несомненно, этот день будет большой вехой в вашей духовной жизни. Спасибо. Итак, сегодня мы прочитаем текст из Гранта Раджи Мадбхагаватам, царя всех священных писаний. Это текст из первой песни, первой главы, текст 22. Ом намо Бхагавате 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 Можем повторить вместе. Тванасандаршито датра Дустарамниститиршатам 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 Перевод О добродетельный Мы думаем, что встретили тебя по воле проведения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полной превратности океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств. Еще раз я прочитаю перевод. О добродетельный Мы думаем, что встретили тебя по воле проведения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полной превратности океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств. Комментарии его божественной милости Ачеб Активиданта С вами Шила Прупада. Шила Прупада Век Кали очень опасен для человека. Жизнь дана человеку исключительно для самосознания, но под влиянием этого опасного века люди совершенно забыли о цели своей жизни. Продолжительность жизни в этот век будет постепенно сокращаться. Люди утратят память, возвышенные чувства, силу и свои лучшие качества. Перечень аномалий нашего века приводится в 12-й песне этого произведения. Так что этот век очень труден для тех, кто хочет посвятить свою жизнь самосознанию. Люди настолько заняты удовлетворением чувств, что полностью забыли о самосознании. Не понимая, что эта краткая жизнь лишь миг на нашем великом пути к самосознанию, в своем безумии они откровенно говорят, что в самосознании нет никакой надобности. Система образования направлена на удовлетворение чувств. И если разумный человек задумается над этим, он поймет, что детей нынешнего века намеренно отправляют на бойню так называемого образования. Поэтому просвещенным людям в эту эпоху надлежит быть осторожными. И если они хотят пересечь опасный океан Кали, то должны последовать примеру мудрецов на Мишараньи и принять Шьесуту Госвами или его истинного представителя в качестве капитана корабля. Этот корабль – это послание Господа Щекришны в форме Бхагавадгиты и Шьемат Бхагаватам. О добродетельный! Мы думаем, что встретили тебя по воле проведения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полный превратности океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств. Продолжение следует... Итак, мы читаем Шьемат Бхагаватам. Гран-Тараж – царь всех священных писаний. «Ят-Расамрит-Рипта-Сиана», «Ят-Расиа-Ратит-Квачит», так сказано об этом великом произведении. Тот, кто начнет читать Шьемат Бхагаватам, тот больше, к сожалению, не сможет больше читать никакую другую литературу, поскольку вкус Шьемат Бхагаватам настолько силен. Почему он силен? Потому что он дает вкус взаимоотношений души, вечной души с Господом. Этот вкус, который уже очень тяжело перебить. Это высший вкус. Поэтому здесь мы сегодня обсуждаем текст и с самого начала Шьемат Бхагаватам из первой песни «Мудрецы на Мишаранье» собрались для того, чтобы совершить великое жертвоприношение и также задать вопросы великому мудрецу Шьесути Гасвами относительно того, что является самой высшей формой жизнедеятельности, какая деятельность наиболее важна, особенно наиболее важна в этот век Кали, в этот век Кали-Юги, который сейчас на дворе, который продолжается более 400 тысяч лет и который на данный момент продолжается только 5000, пройдено только 5000 этого железного века Кали, который, как здесь говорилось, очень опасен для человека. Федическое знание объясняет, что мы с вами являемся вечными душами, но от того, что мы отвернулись от Бога, от высшей верховной личности, мы находимся в круговороте самсары, в круговороте рождения и смертей. Этот круговорот длится, как говорил Шила Прабхупада, «since time immemorial», то есть незапамятных времен. И мы с вами путешествуем по различным видам жизни. Веды, в частности Вишну Пурана, рассказывают нам, что существует 8 миллионов 400 тысяч видов жизни. Джаладжинава лакшани, существует 900 тысяч видов живых существ, которые обитают в воде. Стховары лакши вимшити, 2 миллиона неподвижных живых существ, таких как растения, горы, камни и так далее. Кремая рудра санкьяха, 1 миллион 100 тысяч видов насекомых и рептилий. Пакшинам, пакша, это перо на санскрите, пакшинам, даша лакшинам, 1 миллион видов птиц. И, наконец, тримша лакшани пашава, 3 миллиона парнокопытных живых существ, и чатур лакшани мануша, 400 тысяч человеческих форм жизни. И веды говорят, что человеческая форма жизни, она наиболее важна из всех возможных видов жизни. Так что нам с вами очень повезло. Получить человеческую форму жизни чрезвычайно сложно. Это очень большая милость Господа. Такое не происходит просто так. Вероятность получения человеческой формы жизни очень невысока. Поэтому мы должны очень ценить, ценить эту возможность. Чем так цена человеческая форма жизни? Эта форма жизни, цена достаточно развитым разумом. Разум в этой форме жизни может быть направлен на постижение высшей истины. Веды говорят, что существует пять уровней сознания, развития сознания. Есть самый низший уровень, он называется Аврита Четана, которым обладают камни, деревья, растения. Это низший уровень полного покрытия сознания. В таком положении мы не можем даже задуматься о том, что мы вечные души, которые исполнены вечности, знания и блаженства. Никаким образом. Но существуют и более развитые виды сознания. Их всего пять. На самом высшем, на самом высшем душа полностью избавляется от покрова материи и способна осознавать себя вечным слугой Господа. Это самый высший уровень развития сознания. И он может быть развит в человеческой форме жизни. К сожалению, получив такой бесценный дар человеческую форму жизни, мы попросту разбазариваем этот бесценный дар. Известный мудрец, Ченаки Пандит, он говорит, что одну секунду жизни в человеческой форме жизни нельзя купить за все золото мира. Настолько она ценна. Но получив эту форму жизни, мы ее попросту растрачиваем попусту. Это подобно человеку, который получает богатое наследство и просто его спускает. Он его раздает, у него друзья занимают деньги, ничего не остается. Такой человек не является очень умным. По сути, такие формы жизнедеятельности, как еда, солнце, выкупление, оборона, они доступны во всех формах жизни. Но мы сводим нашу жизнь к тому же самому. В то же время веды говорят Атхото, Брама, Джигьяса. То есть, получив эту бесценную человеческую форму жизни, нам нужно задавать вопросы. Кто я? Почему я страдаю? И как мне избавиться от этих тройственных страданий? Почему тройственных? Веды объясняют, что существует три вида страданий, которые мы постоянно испытываем. Это страдания, причиняемые собственным телом и умом. Это страдания, причиняемые другими живыми существами. И, наконец, страдания от сил природы. Как вот, например, сегодня жарко. Хотя это еще не та жара, которая может быть, но мы даже от этого страдаем. Мы постоянно находимся в океане тройственных страданий. И веды сравнивают наше материальное существование с океаном. существует огромное количество. Санскрит – очень богатый язык. И в нем много слов, которые обозначают океан. Это и синду, и как в этом стихе это арнава, и сагара. Много других. Много других слов. Так вот, этот океан материальный, эту жизнь в материальном мире сравнивают с океаном, который очень сложно переплыть, поскольку у нас нет базовых знаний, как его переплыть. Мы не знаем даже, как это сделать. Мы просто тонем. Мы тонем, как пассажиры Титаника. И нет практически, казалось бы, никакой надежды на спасение. Ситуация усугубляется тем, что сейчас также очень опасное время. Как здесь говорилось в этом стихе, каждое слово, каждое предложение Шилапрупада, оно очень емкое. Он просто пишет, за этим стоит очень много, но он пишет, что век Кали, век Кали-юги, очень опасен для человека. Жители этого века совершенно забыли о цели своей жизни. И также Шилапрупада говорит, что полный перечень Кали-юги, признаков Кали-юги, приводится в 12-й песне Шимадбхагавата. Что это за признаки? Век Кали называют веком раздоров и лицемерия. Говорится, что в этот век споры, раздоры, войны возникают просто по какому-то совершенно незначительному поводу. Overed Rifle, как говорил про упада. Трайфл это пустяк. Какой-то пустяк, да, и сразу же берутся, и сразу же берутся за, но трайфл похоже на слово rifle, который на английском означает ружье. То есть вот trifle, дорайфл, буквально там одна буква, один шаг. Нам что-то не понравилось, все, мы уже, уже ссора, уже скандал, уже война. Таков этот опасный век. В этот век Кали, так же, как говорилось, полностью отсутствует память как таковая. Мы не способны даже ничего запомнить. Мы не способны усвоить духовное знание. Муха, которая залетает сюда и бьется, а стекло, она бьется с частотой пять ударов в секунду в среднем. Почему? Потому что она не помнит, что 200 миллисекунд назад она ударилась, ей было больно. Она просто забывает. Так же и мы. Память в этот век очень коротка. Если раньше ученик запоминал просто знание, которое давал ему духовный учитель, то сейчас мы не можем даже ничего запомнить. мы не можем даже понять, мы не можем запомнить не то, что реализовать как-то на практике духовное знание. Таково наше опасное положение. Этот век Кали, как здесь так же говорилось, этот железный век характеризуется низкой продолжительностью жизни. Маленькая продолжительность жизни. Вообще человеческая жизнь длится, ну еще прохлада Махараш говорил, но это было в другие времена, он говорил, что жизнь человека продолжается сто лет. Но это очень оптимистично. Сейчас она вряд ли продолжается сто лет. В Кали-югу, в 12-й песне этого произведения сказано, что Тримшал Вимшати Лакшана Тримшал Вимшати Варшана То есть 30 и еще 20. Это тот век, по сути, который нам отпускается. То есть средняя продолжительность жизни, ну действительно, я пытался собрать статистику перед этой лекцией, посмотреть, какая средняя продолжительность жизни по миру. И обнаружил, что да, есть страны, в которых она достигает может быть 80-70 лет, но большинстве, например, африканских стран она колеблется от 30 до 50 лет. Так что в принципе прогноз шимат-багаватам он уже, он уже практически сбывается. Продолжительность жизни падает, это совершенно очевидно. Но я решил так осторожно пойти дальше, я сделал еще запрос, какая средняя продолжительность жизни с учетом того, что, с учетом абортов, попросту говоря, с учетом прерывания беременности, которая сейчас стала повседневным явлением, это делают в каждой клинике буквально, и оказалось, что средняя продолжительность жизни с учетом тех младенцев, которых убивают в утробе матери, она составляет 10 лет. Составляет просто 10 лет. То есть, можете себе представить, в какое время мы живем. ребенок, который появляется из утробы матери в результате аборта на шестом месяце, он часто плачет. И врачи его убивают. И это нормально. И это нормально. Только можете себе это представить? Я не могу себе это представить. Это бесчеловечно. Просто считается, что у ребенка нет души до определенного месяца беременности, или она появляется, когда он только рождается на свет, люди лишены знания, и поэтому творится такое беззаконие. Это нарушение естественных законов природы, установленных Богом. Но даже если, допустим, мы проживаем эти 50 лет или чуть больше, еще прохлада Махараш говорит, что первые 20 лет жизни это разогрев. Это детские шалости, это всякие глупости, которые мы делаем по молодости. Первые 20 лет жизни уходят в пустую. Последние 20 лет, как правило, это старческие немощи. Очень тяжело уже находиться в таком теле. Это, по сути, подготовка к смерти. Если с 50 лет вычесть вот эти 20 и еще 20, что там останется? Альбер Камюк говорил, что уже в 30 лет вы понимаете, что вы стареете. Остается 10 лет, из которых, как говорит прохлад, половину, мы еще и спим. Остается 5 лет. 5 лет? Что сделать в эти 5 лет? Мы едим только около одного года, если так собрать по всей жизни. Ученые подсчитали, что сейчас среднестатистический европеец 5 лет жизни проводит за компьютером, в основном в социальных сетях. Что остается? Что вообще тогда остается? Мы тоже проводим время на Фейсбуке? У нас нет времени изучать духовную литературу. Мы изучаем Фейсбук, мы там проповедуем, спасаем обусловленные души. Но при этом у нас нет времени на изучение священных писаний. Таковы реалии. Таковы реалии века Кали. То есть положение, положение хуже некуда. В этот век Кали, также говорит 12-я песня Бхагаватам, что о красоте человека судят по его прическе. Лаваням Кеша Даранам. Лаваням красиво, то есть красота судится по Кеша Даранам, по укладу прически, по виду прически. А к красоте мужчины судят по длине его волос. И это просто телесная концепция. Мы занимаемся украшением наших тел. Тоже не один год жизни, между прочим. Как сейчас стало модно очень ставить татуировки среди преданных. Мы поставим себе определенное количество татуировок. Харе Кришна Махамантру там напишем много раз. И думаем, что наконец-то я стал первоклассным вайшнавом. Теперь я достиг своей цели. Да, но у нас нет времени для того, чтобы заниматься по-настоящему самосознанием. Таков этот век, и перечень аномалий этого века можно продолжать и продолжать. Постоянные стихийные бедствия, техногенные катастрофы. Причем вам не нужно приводить примеры. Как сказано в комментарии в 12-й песне Багаватам, компьютеры и ракеты не спасут нас, если Господь попросту не пошлет на землю дожди. Компьютеры и ракеты, они нас при этом не спасут. И вы знаете, когда мы живем, если в городе, когда тут отключают, может быть, воду или электричество, это уже катастрофа. Это уже просто... Мы не знаем, что делать. Мы загнаны фактически в угол этим телескопом собственных желаний. Одно на другое, одно на другое, одно на другое. Это века. То есть положение практически безнадежное. Что делать? Что делать? Но с помощью все-таки нашего разума. Манушинам Сахасрешу. Багавадгита говорит, что один человек на миллион, он задумывается над тем, что тут что-то не так. Что за этими жесткими законами природы должна стоять какая-то личность, которая ими управляет? Разумный человек задается таким вопросом. Если есть закон, как мы знаем в нашей стране, если есть закон, значит есть законодатель. Также и в природе закон кармы. Мы страдаем от закона кармы. Действий и последствий. В Багавадгите дается потрясающее определение слова карма. Сам Верховный Господь Кришна говорит, что карма – это деятельность по созданию новых тел. То есть мы действуем, как нам кажется, очень таким хорошим, оптимальным образом, основываясь на определенной морали, и в результате мы просто себе нарабатываем следующее тело, которое отнюдь не обязательно будет человеческим. Разумный человек, один на миллион, он задумывается над этим. Их буквально единицы. Еще среди таких людей, один на тысячу, он реально становится на какой-то духовный путь, начинает заниматься духовной практикой. Удивительно, но Багаватам говорит, что большинство, очень большое число младенцев, которые находятся в очареве матери, об этом говорится в третьей песне Багаватам, они вспомнят свои прошлые жизни, они помнят, где они уже рождались, какие они испытывали страдания. Эти младенцы молятся о том, чтобы не забыть о том, что они вечные души, когда они появятся на свет. Но муки рождения, как и муки смерти, они настолько сильны, что они попросту отбивают память. Мы забываем совершенно. Мы забываем о том, о чем молились, о чем мы раскаивались. Какой-то духовный опыт, конечно, остается, и он когда-то сработает. Но, увы, как не скоро это получается. Итак, разумный человек, он понимает, что за этим что-то стоит, что за этими страданиями стоит нечто высшее, что есть счастье. Мы все хотим быть счастливыми, мы просто не знаем, где его искать. Мы просто не знаем, где его искать. Альберт Эйнштейн, очень разумный человек, согласитесь, он говорил, что он испытывает глубокие религиозные переживания, когда открывает очередной закон природы. Он говорит, он понимает существование разума, высшего разума. Он говорил, что разум означает личность. Он понимает существование, такой человек осознает существование высшей личности, которая стоит за законом материальной природы, которая устанавливает эти законы лев толстой это гигант нашей литературы его сложность была в том что он всю жизнь пытался сам дойти до истины сам разобраться во всем и он очень далеко зашел с помощью своего недюжинного ума правда принципы которым он пришел в конце жизни они были очень простые то вегетарианство это не насилие это возлюбить ближнего как самого себя он написал очень подробный комментарий на евангелие после чего его отлучили от церкви буквально последних годах своей жизни он прочитал бага в адгиту и был просто в изумлении он начал писать на нее восторженные отзывы о кришне как о верховном господи то есть он он очень оценил это знание он очень оценил то к чему он пытался дойти с помощью собственно недюжины эрудиции интеллекта оказалось уже все есть все это есть на только уметь принять это знание нужно занять определенное смиренное положение для того чтобы принять это знание но фактически мы живем полностью 99 процентов в атеистической цивилизации сейчас хотя люди догадываются что бог есть они подсознательно это знают но они говорят что что его попросту нет когда космический корабль аполло отправляясь в межпланетную экспедицию потерпел аварию и жизнь трех астронавтов была фактически но она была под ну под угру ну фактически они были обречены тогда правительство обратилась к жителям всех стран мира для того чтобы они молились богу о том чтобы астронавты были спасены астронавты были спасены в результате но как редко это происходит мы должны попасть уже в совершенно какую-то критическую ситуацию для того чтобы задуматься что все таки есть та личность есть та личность с которой у меня есть вечные взаимоотношения это так сложно но это возможно то есть наше положение она она ужасная она просто безнадежная но верховный господь говорит что есть есть все таки такая технология есть методика по которой можно выбраться из этого материального мира он говорит что мы можем выбраться из этого материального мира если примем покровительство истинного духовного учителя веды говорят тасмат гурум пропадь это джигья суши и утома то есть прими прибежище у истинного духовного учителя который осознал суть всех священных писаний и которые принадлежит цепи ученической преемственности это очень важный фактор также говорят упанишады это особая форма глагола это повелительное наклонение на санскрите она называется вид хелин это форма глагола который говорит что вы должны вы должны обязательно принять прибежище духовного учителя духовный учитель это тот кто бросает веревку в тот колодец которым мы оказались только по милости духовно учителя говорят веды можем выбраться из этого ужасного положения в котором оказались каким образом каким образом нас спасает духовный учитель он дает нам знание он раскрывает нам знания то что дает нам духовный учитель это не то знание которое мы можем найти в интернете вы можете набрать в интернете например в гугле ведическое знание и вам вывалится там миллионы ссылок да и что там там и всякий мусор там может быть где-то есть что-то ценное но разобраться в этом попросту невозможно но духовный учитель он дает не просто знания он дает самое высшее знание в очень концентрированной форме он буквально вкладывает на моего сердце проводят на нем хирургическую операцию он вкладывает это знание которое называет бахти латта биджа или семя илианы предного служения духовный учитель он вкладывает нам эта семья гуру кришна просады по и бхакте латта биджа говорил господь читания то есть только по милости гуру и кришну мы можем получить это семя предного служения семя илианы пред Jeep уже не что это такое что это за 7 и что оно означает она означает ни много ни мало возможность слушать духовный учитель настолько милости в что он дает нам возможность слушать ту информацию то знание которое он вещает передавая его из духовного мира 12 песни бага ватам в одном комментарии духовного учителя сравнивают с радиоприемником который транслирует новость из планет вайкунхи духовного мира он настолько милости что он передает это знание он например он говорит только о боге и том что с ним связано таков истинный духовный учитель он 24 часа в сутки находится в контакте с абсолютной истиной как говорил шила бактистан досрасваде такой и мы также с вами мы просто погибнем если тоже не будем 24 часа в сутки быть в контакте с абсолютной истинно как это возможно по милости духовного учителя духовный учитель своими словами он растворяет ржавчину материальных желаний которая накоплена в нашим сердцем голос гуру он не принадлежит этого материального миру веды говорят что существует четыре уровня звука это пара это высший звук который исходит напрямую из духовного мира есть другие звуки которые это пашянти мать яма промежуточные уровни которые уже более приземленные и наконец вайкарика это просто тот грубый звук который это механический звук который может зарегистрировать какой-то прибор это то что мы обычно называем звуком но на самом деле голос духовного учителя он он исходит прямо из духовного мира звук говорят веды это первый элемент творения первое что в этом творении появляется это эфир в котором распространяется звук и с помощью звука как вы можете разбудить спящего человека если вы будете перед ним танцевать до или мута может подмигивать или что-то еще вы бы не разбудить вы разбудить только звуком только звуком шила правопада говорил by sound you become conditioned and by sound you become liberated то есть помощью звука мы можем быть обусловленными и с помощью звука мы можем спастись вопрос только какой звук мы будем слушать звук который нас порабощает который мы слушаем в основном большую часть своего времени или выше звук выше звук это наставление духовного учителя который очень милостив и передает нам это высшее знание каждый человек каждый человек до каждый человек хочет измениться и тот кто становится на духовный путь он также хочет измениться но измениться нельзя если не пустить свое сердце духовного учителя в нашем сердце лежит нашем подсознании очень большой груз который не дает нам идти по духовному пути это груз который мы реально можем ощущать мы хотим измениться и мы не можем когда шила правопаду спросили за какое время можно достичь духовного совершенства он сказал one minute одну минуту нужно только но за эту минуту нужно нужно предаться нужно захотеть достичь этого духовного совершенства но у нас нет времени у нас нет даже в нашем напряженном графике это одной минуты чтобы чтобы предаться господу только одной минуты достаточно нужно только пустить свое сердце духовного учителя груз материальных желаний которые накоплен нашем подсознании он не позволяет нам осуществить это есть одна аллегорическая история которую рассказывал шила бхакти седанта сарасвати такур возможно вы слышали эту историю я повторю в ней очень важная очень важная аллегория в не очень глубокий смысл однажды должна была состояться свадьба вы знаете что свадьбы у нас они бывают тоже проходят с размахом но наши свадьбы они не могут пойти в сравнении с и по сравнению с индийскими свадьбами и так должна была состояться свадьба вместе который называется святое место которое называется шантипур и родственники со стороны жениха должны были отправиться на эту церемонию было рассчитано с помощью астрологии идеальное время для совершения этой церемонии и поэтому церемония должна была состояться на рассвете и вечером родственники друзья жениха они пришли на берег ганги и они стали искать лодочника и они нашли лодочника который сказал что окей мы вас перевезем мост перевезем как вы знаете если вы приходите с поезда на вокзале к вам сразу же подходит множество таксистов каждый предлагает вот я тебя подвезу лучше чем другие у меня быстрее у меня дешевле и так далее и вообще также и там и они выбрали одного лодочника и лодочник сказал никаких проблем мы вас перевезем и на утро вы будете в нужном месте это был вечер жаркого дня как сегодня и все эти люди быстро уснули утром на рассвете они проснулись и что они увидели они увидели что лодка стоит на том же самом месте лодка не сдвинулась с места они начали кричать на лодочника лодочник сказал ребята какие проблемы в чем дело посмотрите я всю ночь греб я вспотел мои помощники вспотели да но почему мы стоим на одном месте и тогда один старик он сказал ребята вообще якорь подняли и оказалось что якорь был не поднят лодка всю ночь стояла на одном месте несмотря на то что лодочники очень интенсивно гребли и они не попали на свадьбу таким образом и шила бактисиданта сарасвати такур он объясняет аллегорию этой истории это свадьба это церемония соединения это ее прообразом является соединение вечной души с верховным господом шантипур место где должна была состояться свадьба это духовный мир это духовное царство лодка на которой нужно было отправиться на тот берег это это ценная человеческая форма жизни это человеческое тело и лодочник лодочник которого нужно найти это духовный учитель это капитан это капитан который поведет эту лодку лодку нашего тела как грубого так и тонкого который по своей милости позволит нам войти в царство бога в духовный мир поэтому веды сравнивают духовного учителя с капитаном с капитаном корабля как здесь говорится в этом стихе духовного учителя называют слом карна дхара карна карна основное значение означает руль или штурвал дхара означает держать да то есть карна дхара это тот кто держит руль тот кто держит штурвал тот кто стоит у штурвала это опытный духовный учитель 99 процентов людей которые сейчас выступают в роли духовных наставников являются шарлатанами эти это те лодочники которые никогда не спустят когда который никогда не поднимут якорь якорь который символизирует наши материальные желания но если духовный учитель это настоящий капитан карна дхара он твердо держит руль нашего штурвала нужно только не упасть за борт нам нужно крепко держаться просто и так по милости духовного учителя мы сможем избавиться от страданий попасть в конечном счете в духовный мир вернуться домой назад к богу но карна дхара означает есть еще и другое значение карна что еще означает карна ухо уши до карна это уши как оди каю пробу часто рассказывает что за одного предного которого фамилия была карна ухов то есть карна это уши карна это ухо то есть карна это ухо дхара это держать это тот кто держит за уши шила правопада неоднократно говорил что гуру это тот кто может надрать вам уши иногда говорят что есть три стадии которые проходит ученик под руководством духовного учителя первое это когда духовный учитель гладит ученика по головке говорит good boy ok продолжаем следующий этап очень важный это когда духовный учитель игнорирует ученика он в какой-то степени проявляет его искренность он проверяет насколько искренне ученик приступил к нему пронепотена и наконец на следующей стадии гуру начинает тягать нас за уши это самая большая милость чего мы зачастую не понимаем зачастую мы не понимаем я сразу хочу оговориться что когда мы говорим сегодня о гуру мы говорим не о есть много видов духовных учителей есть частности дикша гуру это гуру который дает официальное посвящение мы сейчас говорим о духовном учителе как о духовном наставнике он не обязательно является он не обязательно инициирующим духовным учителем мы говорим о гуру сейчас как о духовном наставнике который идет за освобожденной личностью и потому сам является освобожденным это гуру начинают надирать на муши да он говорит что ты негодяй что что делаешь но к сожалению мы когда гуру начинает нам делать замечания мы говорим что я ошибся в выборе гуру у меня не сложились отношения с гуру гуру меня не понял был плохой переводчик он меня не понял я отказываюсь от гуру вот так мы поступаем это тоже один из признаков века калия мы вот мы отказываемся от духовного учителя потому что мы не были искренне когда мы выбирали мы следовали моде но мы не хотели избавиться от того груза материальных желаний от того якоря который нас прочно держит на на парковке на которой мы прозябаем мы не хотим пустить гуру свое сердце когда он говорит когда он когда гуру нам говорит что то что ты сделал это посредственно это же такая милость это значит что мы сможем развиваться как эта история о двух скульпторах я не помню как фамилия как их имя этой семьи скульпторов но суть в том что отец и сын они делали мурти они делали изваяние божеств и сын был очень талантлив он превосходил по таланту отца и он делал такие великолепные мурти такие великолепные божества что ну всех просто дух захватывала но отец говорил ему посредственно плохо нужно продал нужно дальше и у сына накипала обида она постепенно накипала она постепенно накапливалась в конце концов он решил пойти на такой фокус он сделал просто изумительное божество извоил изумительное божество с очень утонченными линиями которое было оно было просто как господь который спустился с небес и он закопал его во дворе их дома они там с отцом что-то копали рыли они раскапывали и и так они с углом что здесь они выкопали это великолепное божество и отец у отца дух захватил он говорит только посмотри какая работа как все утонченно как замечательно как выдержаны пропорции все по шастре ты никогда так не сделаешь вот и сын сказал что отец на самом деле это я сделал это я сделал потому что я хотел чтобы чтобы в конечном счете ты меня похвалил отец очень огорчился он сказал что ты не представляешь что ты сейчас сделал ты только что остановился в своем развитии поэтому когда духовный учитель или дух духовный наставник он делает нам замечание это очень большая милость да у нас много трудностей трудности как говорила мать же ему надоеве трудности носят созидательный характер и гуру который нам помогает преодолеть эти трудности это это истинный капитан это тот кто по своей милости растворяет вот этот эту накипь материальных желаний которая накопилась нашим сердцем таков истинный духовный учитель и также потрясающий комментарий написал шила прупада к стиху бхагавад гиты 434 который вы хорошо знаете многие из вас да ответки пронепатена при прошли нас в первом же предложении он говорит что путь духовного самосознания очень сложен поэтому священное писание рекомендует нам найти истинного духовного учителя который пишет пропада принадлежит к цепи ученической преемственности всегда проверяйте когда вы хотите принять какого-то духовного наставника капитана вашего корабля смотрите чтобы он принадлежал цепи ученической преемственности это так важно потому что духовное знание духовная традиция которую называют сам продая горга винда с вами говорит что она стекает в духовный мир по дереву парампоры по дереву цепи ученической преемственности всегда обращайте внимание когда образовалась та духовная традиция который вы приходите она образовалась каком-то городке соединенных штатов в конце 19 века или может быть цепь ученической преемственности это восходит самому господу пропадает в глубине веков не пропадает но натянется из глубины веков всегда это нужно проверять всегда проверяйте что ваш духовный наставник которого вы выбираете он авторитетен он не самопровозглашенный он принадлежит парампори парампор означает это ступенька за ступенькой то есть это цепь как приводится в шастрах аналогия с сбором плодов манга манга если вот как сейчас в индии пакистане в таких странах там сезон манга там очень много манга который просто валяется на улицах да у нас она только в зеленом виде где-нибудь в каком-то супермаркете за безумные деньги да но манга она очень мягкая когда зрело и поэтому плод манга который падает сверху он мы не можем его то есть он разбивается он попросту разбивается поэтому выстраивается цепочка людей которые один другому передают таким конвейером плод манга вниз и таким образом плод безопасно приходит к получателю и вот это и есть цепь ученической преемственности это знание она бережно передается это гуру парампора это цепь ученической преемственности это знание она бережно передается из рук в руки от учителя к ученику и поэтому мы должны искать наставника который принадлежит такой цепи это обязательное условие у нас может быть в начале нашего духовного пути очень много сомнений как то как это какие-то противоречия но духовный учитель он просто разрубает эти наши сомнения он их разрушает и каким образом он разрушает наши сомнения потому что он нам дает знание более высокого порядка он сдает дает более высшее знание как если мы знаем что мы не сможем сложить двухмерный пазл если мы не будем выходить третье измерение до поднимать разные ячейки до для того чтобы соединить проверить попробовать не получается еще как-то поменять нам нужно вы выйти в другое измерение также мы мы запутались наших материальных проблемах но духовный учитель он не принадлежит этому миру он это инкарнация господа из духовного мира воплощение милости господа поэтому он дает нам знание более высокого порядка шиллопадо часто говорил такое словосочетание как spiritual solution of material problems то есть духовное решение материальных проблем материальные проблемы имеют они не имеют материального решения это просто очередной виток проблем просто будет материальные проблемы имеют только духовное решение можем привести такой пример из жизни шила правопады когда он впервые встретился со своим будущим духовным учителем шилы бахтиседанты сарасвати такуром шилы бахтиседанта сарасвати такур сразу же сказал ему он сказал в очень образованный молодой человек вы должны распространять послание господи читаний по всему миру и шила правопад тогда сказал но подождите гуруджи уважаемый духовный учитель пока наша страна не обретет независимость о какой проповеди духовного знания можем вести речь это просто неразумно и что сказал ему духовный учитель что ему сказал шилы бахтиседанта он сказал что до политическая система может измениться но политика останется я какой вообще свободе вы можете говорить когда вы зажаты жесткими тисками материальной природы а какой свободе вообще можно говорить и он сказал еще потрясающую вещь он сказал что духовное знание знание послание господи читаний до движения сознания кришны она настолько важно что он не может ждать люди просто заждались они ждут этого они ждут этого но но они не могут дождаться поэтому сознание кришна столько важно что не может она не может ждать эти слова на всю жизнь глубоко запали в сердце шилы правопады и всю свою жизнь посвятил для того чтобы исполнить миссию духовного учителя то есть гуру духовный учитель он дает нам более высокое знание знание более высокого порядка когда сварупа дамодара встретил это описывается читание чередам рите он встретил господа читанию джаганатха пури он сказал он произнес очень красивые стихи среди слов который он произнес было шам됐ша страве вода я это тот кто устраняет он сказал господь ты тот кто устраняет противоречия между всеми священными писаниями он устраняет противоречие между всеми священной описаниями каким образом тем что дает более высокое знание господь читания из каждый сам продай и существует четыре авторитетных очновских сам продай господчитание с каждой взял по два принципа синтезировав уникальную философию очиньте беда обеда татвы он дал намного более высшее знание в этом вот как он разрешает противоречия духовно учитель дает более высокое знание можно привести также пример самого шилы бактисидан сарасвати такура когда в молодости он был он был выдающимся ученым он был выдающимся математиком астрономом астрологом великолепным эрудитом уже в четыре года он знал всю багавадгиту наизусть знал едва ли не вешаем от багаватом это в четыре года он получил он получил блестящее материальное образование интересно что есть комментарии говорилось что в этот век людей нами детей намеренно отправляют на бойню так называемого образования и отец шилы бактисиданты такуру отец шилы бактисиданты с рассвати такура бактинута кур несомненно он сам говорил что материальное образование она обращает человека в осла почему он своего сына отдал тогда чтобы допустил чтоб сын закончил четыре колледжа потому что он хотел чтобы его сын потом в будущем смог проповедовать сильным мира сего политиком ученым и так далее шилы бактисидант он стал выдающимся ученым стал выдающимся астрономом он сделал мне сегодня пришла книга я заказал из индии книгу это это сурья ситханта с комментариями шилы бактисиданты расслабить это кора наставление сурья ситханта это самое древнее астрономическое произведение мира она тянется она относится к физической литературы она тянется в истории очень велика она даже не относится к этому миру так получилось что со временем предсказания движения планет сурья ситханта которые всегда были точны со временем учились какие-то расхождения там затмение наступало допустим на день позже вот и так далее и в индии стали считать но это непостижимость воли господа а западные ученые стали подшучивать над индийской астрономии считаю и вымыслом это тем что индусы похитили у греков и так далее шилы бактиси надо сразу эти так он пересмотрел он понял что суть в том что я сегодня начал читать я был поражен там столько вычислений там столько всяких величин констант там там грубо говоря столько знаков после запятой и что сделала бактиси надо он понял что эти константы эти величины в каком-то степени устарели они были предназначены для предыдущей эпохи и он их пересчитал он пересчитал их все их там просто это невероятное количество и каким образом не имея компьютеров вообще можно это сделать это 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 себе не представить мы уже сейчас умножать не умеем без калькулятора до таблицу на жене у айзека зимова есть рассказ который рассказывает о том что остался один человек на земле который умел считать столбик все остальные считали на калькуляторе то есть семью девять сколько семью девять уже никто без калькулятора не мог посчитать этого человека и судьба его была незавидна его величайший талант видите как кальюга развивается это уже талант знать сколько будет семьи девять его величайший талант его забрали ученые милитаристы которые хотели использовать его знания там военных целях он погиб в конечном счете так вот шила бактиси данта он пересчитал все эти константы но просто ну не вас неизвестно как это сделать это просто под откровению как это говорится revelation это откровение это вегьяна он получил это знание просто от самого господа он все пересчитал все идеально же идеальнейшим образом сошлось и мы до сих пор уже спустя сто лет мы пользуемся лунным календарем который составил шила бактиси данта до сих пор вот все икадаши вот как вчера было икадаши то есть все дни очень четко им посчитаны когда какие праздники когда какие затмения сокраньте и так далее все это он самым совершенным образом сделал поэтому мы присвоили титул поскольку он перевел и прокомментировал и отредактировал суре ситханту и ситханта шером они другие другое известно астрономическое произведение поджиотиш астрономии его стали называть ситханта фактически ситханта означает совершенный тот кто постиг истину а также сарасвати ему присвоили имя по имени богини учености сарасвати потом его отец бактинон такур прибавил к этому приставку бакти он стал бактиси данта сарасвати такором так вот он был величайшим ученым своего времени он произошла одна одна интересная история в индии также были последователи западной астрономии которые говорили о том что индийская наука это фарс это все знание пришло из запада а сейчас индусы все это просто перепаковали там они оформили это в виде сказок шимад багаватам и так далее еще бактинон такур говорил что в детстве в школе им прививали ненависть к шимад багаватам таково было тогда положение и один из представителей такой про западной школы он вызвал шила бактиси данту на диспут с тем чтобы показать что его расчеты это так сказать там какой-то детский сад но вот тут западная наука которая еще сто лет назад ошибалась в оценке расстояния от земли до солнца в десять раз в десять раз но веток шимад багаватам в пятой песне это значение записано с точностью до ёджины фактически до десятков километров это было только пять тысяч лет назад записано тем не менее он вызвал шила бактиси данту на диспут это был уважаем ученый человек он пришел со множеством учеников на этот диспут но шила бактиси данта сразу же послала просто в нокаут своими доводами своей аргументации своей безупречной памятью он то есть конфуз был настолько велик что этот ученый он который вызвал шила бактиси данту он описался и не только описался то есть произошел очень большой конфуз и с тех пор шилу бактиси данту на диспуты уже никто не вызывал никто не хотела позориться потом уже мы знаем что философы мои ваде философ имперсоналист они просто переходили на другую сторону дороги когда они вовсе видели на улице никто не хотел с ним связываться опасно это опасно так вот но при том что он был такой великий ученый в 1898 году после 30-летнего пребывания во вриндаване в маяпур на вадвипу приходит горки шордас бабыше личность которая это человек который личность это человек личность из духовного мира он играл роль малограмотного человека едва ли вообще грамот он говорил что я не умею не читать не писать он пришел и бактимон так ура отец шилы бакистан ты сразу же его принял принял свой дом по вечерам в доме бактимона такура проводились чтения чтения пошим от багаватом по бактера сам рэта синду по нектару предности по великому произведению шилору по госвами шилы бактиси данта молодой которому было тогда немного за 20 он сам лично приносил том бактера сам рэта синду ставил перед отцом перед бактимона такуром и бактимон такур читал и комментировал Ишила Горкишорда с Бабаджи приходил и также внимательно слушал. И однажды, одним вечером, Горкишорда с Бабаджи, у них состоялся небольшой разговор с Бакисинадой Сарасвати, тогда его звали еще Бимал Прасад. И Горкишорда с Бабаджи дал ему понять, так в нескольких словах, что то знание, которым тот гордится, конечно, он не гордился, это Лила, но то знание, которым ты гордишься, оно вообще гроша ломаного не стоит. Есть намного более высшее сокровище, есть нечто значительно более ценное, а то, чем ты занимаешься, ты кичишься своей мирской ученостью, чего оно стоит? Это все сгорит, как и все остальное. И эти слова заставили Шилу Бактисинаду глубоко задуматься о том, что сказал Горкишорда с Бабаджи. Он посоветовался со своим отцом, с Бактисинадой Такуром, и Бактисинад сказал ему, что ты должен принять посвящение, ты должен стать учеником Горкишорда с Бабаджи. Горкишорда с Бабаджи, который внешне не умел вообще ни читать, ни писать. Величайший ученый того времени отправляется Горкишорда с Бабаджи в джунгли. Он просто сидел под деревом и повторял святое имя. Он отправляется к нему в джунгли и просит принять его в ученики. Горкишорда с Бабаджи сказал, какие ученики, о чем ты говоришь? У меня был один ученик, он сбежал, я больше вообще никого не буду принимать. Шилу Бактисинаду умолял его, говорил, что жизнь для меня просто не имеет никакого смысла, если вы меня не примете в ученики. В конце концов, он был настолько настойчив, что Горкишорда с Бабаджи сказал, ну хорошо, я спрошу у Кришны, я спрошу у Верховного Господа, приходи через неделю. И радостный, Бимал Прасад, Шилу Бактисинаду, он побежал домой, рассказал Бактисинаду, и через неделю он приходит, и Горкишорда с Бабаджи на него смотрит, как первый раз. Он говорит, ну что, что, вы спросили у Кришны? Что спросил? Ну как, как? Вы возьмете меня в ученики? Ах, это, я забыл, я забыл, приходи через неделю. И он пришел через неделю, и говорит, ну что, вы спросили? Ну я спросил, но Кришна мне не ответил. Как, как? Ну спросите еще, спросите еще. Хорошо. Горкишорда с Бабаджи закрыл глаза, сказал, Кришна сказал, что не нужно мне принимать учеников. Нет, уходи, уходи. Ишила Бактисинаду, он произнес слова из, по одной из версий, он произнес слова из Баджина, который написал его отец Бактимон Такур. Коруна нахойлы кандия кандия пранана ракхибо ара. Что если ты не будешь милости ко мне, я буду день и ночь плакать горючими слезами, пока жизнь, наконец, не оставит меня. Пока я не оставлю это несчастное тело. И тогда Горкишорда с Бабаджи, и он заплакал. Он заплакал, и его слезы упали на стопы Горкишорда с Бабаджи. Горкишорда с Бабаджи сказал, поднимись, иди омойся, я сейчас дам тебе посвящение. И он принял его в ученики. И он дал ему посвящение в повторение святого имени. То есть он дал благословение на чистое повторение святого имени. Это то величайшее сокровище. Мы говорили, что гуру, он радиоприемник. Мы говорили, что гуру, он радиоприемник. Он транслирует новости из духовного мира, своей кунтхи. Но мы, да, если мы настроимся на неправильную волну, мы услышим что-то вот такое. Просто какое-то шипение в эфире. Это означает, что мы приняли гуру, но из чувства, как дань моде, потому что мы друзья это сделали и так далее. И тогда наш радиоприемник будет издавать вот такие звуки, как какое-то шипение, писк и так далее. Или, как знаете, это еще можно сравнить по-современному. Вы подключились к интернету, у вас там лампочки мигают, да, коннект, коннект. Но интернета нет, да, интернета нет, доступа нет, реально. То есть, ну, внешне, да, я получил посвящение, у меня есть духовный наставник, но я же его не слушаю. Духовный учитель, таким образом, он транслирует, нужно настроиться на правильную волну, выбрать правильную радиостанцию. Духовный учитель по этому каналу транслирует новости из духовного мира. Когда-то Шилу Бактисиданту спросили, вы сдаете еженедельную духовную газету, как у нас выходит Дом Праупада раз в две недели, так и он издавал ежедневную, еженедельную духовную газету Саджана Тошани. И Шилу Бактисиданта сказал, что да вы не понимаете, в духовном мире жизнь кипит. Духовная газета должна выходить вообще каждую секунду. В духовном мире он полон разнообразия, ну согласитесь, да. В нем жизнь бурлит, кипит, как пишет Праупада в комментарии ко второй песне Багаватам. Поэтому новости из духовного мира, они идут постоянно. Но также, также этот канал милости, провайдером которого является Господь Нитянанда, по нему духовный учитель передает нам святое имя. Святое имя, которое происходит из самого духовного мира. Наратамда Стакур поет. То есть, святое имя, имя Господа, оно нематериально, оно приходит напрямую из духовного мира. И духовный учитель, он настолько милостив, сейчас мы говорим о Дикшагуру, который дает нам посвящение, воспевание святого имени, он дает нам благословение на чистое воспевание святого имени. Часто следуя моде, мы хотим как можно скорее принять духовного учителя. Но какая наша мотивация? Какая наша мотивация в том, чтобы получить Дикшагуру? А Чудуприя Прабух говорит, что единственной мотивацией, которая может быть у нас для того, чтобы получить Дикшу, посвящению духовного учителя, это то, что мы желаем, изо всех сил желаем добиться чистого повторения святого имени. Святое имя – это самое большое сокровище. Это то, что не принадлежит этому миру. Это тот бриллиант, которого вы не найдете здесь ни на одном алмазном руднике. Нет, это нечто намного более ценно. Это знание, это тоже знание более высокого порядка. Это история, которая произошла с Санатаной Госвами. Санатаной Госвами – это вечный спутник, последователь Господа Читания, один из шести Госвами. Известно, что у него был философский камень. Вы знаете, что современная наука отрицает наличие философского камня. Это сказки, алхимики, средневековые алхимики, они перегоняли, выпаривали, что только они не выпаривали. И мочу, и они заметили свечение какое-то, решили, что это философский камень, это оказался фосфор. Но сенсация была. Пока новости в то время распространялись, потом надо было их опровергнуть и так далее. Но веды говорят, что философский камень есть. Просто отсутствуют браманы, чистые святые личности, которые могут определенными мантрами активировать силу этого камня. Санатаной Госвами был таким человеком. И у него был философский камень. И этот философский камень, touchstone на английском, он валялся у него в помойке. Просто валялся у него в помойке. И к нему пришел один зевака, один человек, который вот, а как вы живете, там, подобный вопрос начал задавать. Что у вас там светится? Ну, я не знаю, что там было снатной Госвами, какая-то мусорная корзина. Что у вас там? Он сказал, да, это философский камень. Что? Философский камень. Что? Тот самый философский камень. Я могу обращать предметы в золото? Да, пожалуйста. И что он действует, вы его активировать, да, активировал, активировал. Да, все, все активировано. И он говорит, и можно взять, да бери, мне он не нужен. И этот молодой человек взял, он вышел, начал прикасаться там к разным предметам. Золото, золото, золото. И он радостный побежал домой. Думаю, сейчас в свою хижину обращу во дворец. Сколько украшений будет у моей жены. Как я буду там пить, есть и другие виды наслаждения, которые у меня будут. И он радостно бежал домой, обращая в золото все, что попадалось ему на дороге. И тут он задумался. А почему сонатный Госвами этот камень валялся в помойке? И он так, то есть он проявил разум по милости, по милости Господа, по милости сонатный Госвами. Он задумался, а значит, у него есть что-то более ценное, чем это. И он, скрипя сердцем, думал, ну, контрольный, так сказать, надо поход сделать еще к этому саду, к этому святому и спросить, ну, так, для чистки совести просто. Может, у него что-то еще есть более ценное? Другой философский камень, который, может быть, там в платину обращает что-то, не знаю, сразу бриллианты. И он к нему подошел, сказал, что, ну, у вас есть что-то более ценное? И он сказал, да, есть. Санта-Косминская, я знал, что ты придешь. Он сказал, что, да, у меня есть что-то более ценное. Что это? Ну, я тебе так просто не могу сказать. Нет, ну, скажите, что это? Я тебе скажу, но только при одном условии, что ты сейчас выбросишь вот этот философский камень. Как выбросить? Ну, да, выбросить. Ну, хорошо. Куда выбросить? Ну, в озеро. Выбросить в озеро. Глубокое озеро. Что это было? Кусунца Ровара? Я не помню. Ну, я не помню. Одно из священных озер, глубину которого англичане не могли измерить в 40-х годах. Не получалось. Ни один эхолот не показывал, какая там глубина просто. Так и не померили, насколько я понимаю. И он пошел, молодой человек, он аккуратно припрятал там в камышах этот камень и пришел, с вами сказал, я выбросил. Он сказал, выброси его, выброси так, чтобы ты его никогда больше не увидел. Он пошел, он сделал еще там несколько попыток, там чуть-чуть его перепрятал, но в итоге ему пришлось, скрипя сердцем, забросить. Забросить далеко этот камень. Камень сделал звук. Блуб. Как вы знаете, это то слово, которое Шила Павупада ввел в английский язык. Когда Шилу Павупаду, ученики спросили, Павупада, вот вы говорите, блуб. Это что? Павупада говорит, вот живое существо, живо, она блубс into material world. То есть она вот так вот как бы падает. Да, но что такое блуб? И Шила Павупада сказал, ну блуб, это вот вы берете камень, бросаете его в воду, и он делает звук. Блуб. И так в английском языке появился этот глагол. Он сейчас уже в некоторые словари включен. Да, я могу еще много рассказать про слова, которые ввел Шила Павупада, как у некоторых слов поменялись ударения вообще в английском языке. Это только после Шила Павупада могло такое произойти. Джайя Шила Павупада, который в 70-летнем возрасте приехал в Америку для того, чтобы исполнить миссию своего духовного учителя. Этот камень сделал блуб и упал на дно этого священного озера. И тогда этот человек пришел к Санат-Панегасвами и сказал, ну все, уже. Вы можете себе представить, насколько очистилось сердце этого человека. Он фактически гуру поднял этот якорь, якорь материальных желаний. Ему пришлось от этого отказаться. Гуру он, как Чакшур Ун Миритам Яна, Тасмы Шалакая. Шалакая это хирургический инструмент, которым делается разрез на глазах, чтобы они могли видеть. Также и гуру он также делает эту операцию. Он поднимает в нашем подсознании вот этот груз, который там накопился, который избавляет нас от материальных желаний. Своими словами, он избавляет нас от этих материальных желаний. И тогда Санат-Панегасвами дал ему посвящение в повторение святого имени. В Харе Кришне Маха Мантру. Он дал ему посвящение. Сказал, что вот это самое ценное. Это то, чего нет вообще и близко в этом мире. Это самое ценное сокровище. По сути, мы знаем, что этот материальный мир – это попросту тюрьма. Это тюрьма. Веды так и говорят, что это тюрьма. И Шилапрупада об этом пишет. Это просто тюрьма. Что есть те, кто на свободе. Но мы в тюрьме. Мы заключенные. И все, что мы можем сделать, как говорит Шилапрупада, это подняться от ранга заключенного третьего класса к рангу заключенного первого класса, которому будут иногда разрешать ходить в библиотеку, косить газон вместо того, чтобы мыть коридоры или что-то такое. Да, это все, что… Этот материальный мир, он создан для двух вещей. Этот материальный мир, он не ложен, как говорят философы Маевади, он реален. Он реален, вы можете это, можете ущипнуть себя за руку, да, больно. Или не есть пару дней для того, чтобы понять, насколько реален этот мир. Он реален, но он временен. Он временен. Есть две причины, по которым создается этот материальный мир. Господь создает его как, с одной стороны, как ответ на наши материальные желания. Мы захотели поиграть в эту виртуальную компьютерную игру. Ходилку, стрелялку. Что у нас тут получится, как у нас получится наслаждаться независимо от Господа. И вторая причина – это все-таки дать нам возможность вернуться обратно домой к Богу, чтобы осознать. Именно для этого мы получили, как говорилось в этом комментарии, это человеческое тело. И это, возможно, по милости духовного учителя, который, как мы только что сказали, описали на примере некоторых историй, как он дает знания принципиально более высокого порядка. Когда-то Матаджи Емуна, всемирно известная ученица Шилы Праупады, она бы верно служила Шиле Праупаде. Уже больше года. Уже все получили давно посвящение. Она не получала посвящение. И Шиле Праупады однажды ее вызвала, сказала, Емуна, а что ты медлишь? Почему? Она говорит, ну, вы знаете, у меня тут еще как бы планы по жизни, да, я там вот в Тибет хочу съездить. Шилы Праупады, какой Тибет, какой Тибет? Я заберу тебя туда, где счастье, это блаженство намного более высокое, чем где бы ты вообще ни обрела в этом мире. Я заберу тебя туда, откуда уже не возвращаются. Потому что все остальное, что было до этого, вспоминают просто как кошмарный сон. Поэтому говорится, что если мы один раз, мы уже вернемся, наконец, в Духовный мир, по милости Духовного Учителя, мы больше оттуда опять не пойдем. Потому что это просто кошмарный сон, это какое-то видение. Все время существования этой вселенной, эти миллиарды лет, многие миллиарды и даже триллионы лет, по меркам Духовного мира в Третьей Песне Бага там объясняется, что это как там, ну, вот несколько секунд, там, да, бабочка махнула крылышками, да, это какое-то как наваждение, в которое вот мы, все, что с нами сейчас происходит, это мы что-то забылись, мы подумали, что, может, я могу наслаждаться независимо от Господа. Вот с нами все это происходит, вселенная создается, поддерживается, разрушается, и потом, о, нет, 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 ни за что. Все, и вот так, да, и наша задача вернуться, вернуться назад в Духовный мир. Еще раз повторю, еще раз, много раз для того, чтобы самому это как-то понять, что, возможно, это только по милости Духовного Учителя, который дает нам самое чистое, он дает нам трансцендентное знание, Дивья Гьян Хриды Прокошита, он дает трансцендентное знание, он дает нам святое имя, он, это касается и наставника, не только Духовного Учителя, который дает инициацию, потому что, как говорят наши старшие преданные, в чем главная функция наставника, как он может позаботиться о подопечном, он должен его правильно научить повторять святое имя, это высшая забота, это высшая забота наставника. Поэтому часто мы видим культ положения дикши-гуру, да, и мы, гуру, который дает официальное посвящение, после которого у нас новое звучное имя, какие-то почести, такие, которые мы все сами придумали и так далее, но мы пренебрегаем положением наставника, потому что наставник, он ведет нас по этому духовному пути. Как в Романуджа Сампродае есть понятие гуру-спасителя, это то, что у нас соответствует понятию Ачари-основателя, которым является Шила Парупада. И есть множество гуру-помощников, это те, кто ведут нас, обусловленные души, к стопам той личности, которая является гуру-спасителем, которая является его помощниками. Таков истинный наставник, он бескорыстен, он хочет искренне, чтобы его ученик, чтобы его подопечный спасся, чтобы он обрел прибежище у гуру-спасителя, такого, которым является Шила Парупада. Таково желание. То есть духовный учитель, духовный наставник, он устраняет в нашем сознании эту подмену понятий. Мы приходим в духовное общество, международное общество сознания Кришны, 50-летие которого мы отмечали несколько дней назад. Мы приходим со своими какими-то амбициями, идеями, и задачей духовного наставника. Мы думаем, вот я тут хорошо реализовался, вот я, видите, как уже тут высоко забрался, да? Потом мне даже еще похлопают. Гирлянду надели, вот. То есть это соответствует моей реализации. Да, я тут состоялся. Да, но то, чему по-настоящему должно нас научить пребывание в этом обществе, это смирению. Это смирению. Это смирению и смиренному повторению святого имени. Это самое главное. Как я это не застал, но мне говорили, что в этой алтарной когда-то висел плакат, который говорил, что общество преданных – это не средство достижения наших целей. Это наша цель. То есть сама по себе это наша цель пребывать в обществе преданных. Само пребывание в этом обществе, оно позволяет очистить вот эту скверну, которая накопилась в наших сердцах. Здесь мы можем найти наставника. Можем пройти уникальный путь от слабой зарождающейся веры, шатхи, комала шатхи, мягкой, какой-то неустойчивой веры, до премы, высшей чистой любви к Богу. И Международное общество сознания Кришны, которое основал Шила Праупада 50 лет назад, оно создано, как он пишет в одном из комментариев, именно для этой цели – для очистки сердец. Для очистки сердец, независимо от национальности, независимо ни от каких признаков, как в том стихе Бхагава, там говорится, что все народы, все народы могут спастись по милости освобожденной личности. Кираты, Пулинды, Пулинды – это греки, Гуны – это мы с вами, Дакхасы, как описывают веды, это те, у кого плохо растут борода и усы, это жители Китая, Монголии, все могут спастись. Яваны – это кочевые племена, которые потом стали Турцией и подобному, все могут спастись по милости чистого предного. Тут очень интересный момент, потому что духовный учитель, он настолько милостив, что он транслирует вот эти новости, о которых мы говорили, духовного мира и святое имя на всех, он не делает различий. Единственная квалификация – это вера, это желание принять это святое имя, это трансцендентное знание. Он не делает никаких различий. Он не делает, он не различает, где там Пулинды, Кхасы, где Браманы, Арии или кто-то еще. Нет, таким был Шила-Парупад, он не делал никаких различий. Вам доводилось слышать понятие секта? Вам говорили, что вы в секте? Было такое? Интересно, я тоже над этим задумался, и я поискал слово «секта», это от латинского слова, которое означает «отделять», «разделение». То есть разделение – это то, что отошло от какого-то течения. Я когда-то сходил на одно занятие в воскресную школу одной конфессии, мне было очень интересно, и предмет, на который я попал, назывался «сектоведение». И мне было интересно. Но, конечно, там был учебник, и там на первой странице было определение. Это определение говорило о том, что сектой называется организация, объединение, учение которого отлично от нашей конфессии. Вот это секта. Это называется сектой. То есть только мы, только через нас. А все остальное – это секта. Я бы не пришел на второе занятие, мне этого уже было достаточно. И, к сожалению, сейчас, в этот век Кали, это сектанство намного более широко, чем думают те, кто обвиняют других в этом сектанстве. Бхактивиана Гаслами Махараш сказал потрясающую фразу. Он сказал, что невозможно попасть в рай одной религии, не попав при этом в ад другой. Ну, согласитесь. Да? Ну так. Невозможно попасть в рай одной религии, не попав при этом в ад другой. Так что у нас радужная перспектива. Нам придется проявлять множество форм. В одной мы попадем в рай, в другой в ад и так далее. Да, то есть ситуация осложняется. Но истинный духовный учитель, он свободен от этих предрассудков. Он свободен от этих предрассудков. Он всех, все живые существа рассматривает как вечные души. Он говорит о том, что, как Шилапрупада говорит, что понятие хинду, мусульманин, христианин, иудей, это все просто, это оно означает, это вид веры, это вид веры, но вера сегодня одна, завтра она другая. Да, это же так временно. Но есть саната надхармы, есть вечная религия. Есть вечная религия, которая описывает наше вечное предназначение, нашу природу. Как природа сахара быть сладким, так и наше предназначение – это преданное служение Верховной Личности Бога. И независимо от того, где мы живем, какой мы верой на данный момент, какой ярлык сейчас на нас висит, независимо. В комментарии к тому стиху, из второй песни, которую я процитировал, Кирата Пулинда, Кирата Хунандра Пулинда, в комментарии к этому стиху Шилапрупада пишет, что проповедь величайших преданных Господа Иисуса Христа и Магомета принесло всему миру величайшее благо. Да? Так кто после этого сектант? Кто после этого? В начале второй песни Багаватам также Шилапрупада пишет, что человек волен воспевать святое имя, которое распространено в той местности, в которой он находится. И он достигнет совершенства. Так кто сектант? Who is crazy? Как говорил Шилапрупада. Who is crazy? Или кто сумасшедший? Так кто сумасшедший? Как часто говорят, что здесь занимаются промывкой мозгов? Да, в какой-то степени. В какой-то степени, да. Для того, чтобы... Потому что истинный духовный учитель, он свободен от этого сектантства. Но мы сектанты. Мы такие сектанты. Потому что, когда мы встречаемся на улице, мы уже обладаем определенным знанием, мы встречаем человека, может быть, других убеждений или другой конфессии. Мы стремимся, в первую очередь, разбить его в веру в пух и прах. Это то, чем мы занимаемся. Это то, чем мы занимаемся. Мы разбиваем, мы пытаемся его убить. Он убеждает нас, что мы заблуждаемся. Мы убеждаем его. Мы расходимся оба глубоко обозленные, разочарованные. И что? И что из этого? Наоборот, если человек уже стоит на определенном духовном пути, надо его подбодрить и идти по нему. Но, может быть, дав ему какое-то дополнительное знание. Но нет, мы в пух и прах разобьем веру этого человека. Шилапрупада говорил, вообще ничего не меняйте в своей жизни. Добавьте туда немного сознания Кришны. Ваша жизнь уже станет совершенной. Мы просто неправильно понимаем. Да, хребо. У нас то, что называется мисконцепция, у нас неправильное понимание. Вот так мы проповедуем, так мы делимся. Мы разрываем наши социальные связи. Потом, конечно, нас считают сектантами. И совершенно справедливо. Да, мы просто не можем правильно поделиться с людьми этим знанием. Как мы совершаем. Шилапрупада критиковал ученых-материалистов. Ну, мы тоже. Да, мы на них вот с этим, с трезубцем дойдем и говорим, что да вы вообще, да вы вообще ничего не понимаете. Какое, да. Жизнь происходит и жизнь. Да, все. Нет, нам нужно найти контакт. Дело в том, что нам нужно найти контакт. Тогда нас перестанут считать какими-то сентименталистами. Потому что зачастую людей, которые пошли по духовному пути, да, вот они там сентименталисты. Да, но Шилапрупада говорил, ну, какие же мы сентименталисты. У нас Шилапрупада перевел, прокомментировал 60 томов ведической литературы. Во времена Господа Читани было то же самое. Пракашинанда Сарасвати сказал, ты, Саньяси, а ты просто танцуешь и поешь в обществе каких-то сентименталистов. Почему ты не изучаешь веданту? И тогда Господь Читани он принял очень смиренное положение. Он долго не отвечал прокашинанде Сарасвати. Но потом он ему дал 61 толкование стиха Атмарама и Шиматбагаватам и поставил его хорошо на место тем самым. То есть, поэтому мы должны изучать Священное Писание. Кстати говоря, Господь Читани, что он сказал про Кашинанде Сарасвати? Говорит, так, приятель, отправляйся тщательно изучай Шиматбагаватам. Атаева Бхагавата Караховичара. Отправляйся изучай Шиматбагаватам. Пойми всю суть. Так же и мы. Мы не изучаем Священное Писание. Мы проповедуем на Фейсбуке. Мы спасаем там обусловленные души. Но времени читать Шиматбагаватам у нас просто нет. Шиматбагаватам. То произведение нанят Россия Тарати Квачит, которое дает вкус, которое вообще мы просто нигде не получим в этом материальном мире. Но мы выбираем Фейсбук, к сожалению. Там что-то пропустить, я не знаю, как там еще это называется, забанить и так далее, украсить свою фотографию и тому подобное. Вы не представляете, насколько это большая ловушка этот интернет, как один мой друг вступил в политическую партию и позвонил, мне сказал, что мне нужно, ты занимаешься информационными технологиями, мне нужна помощь. Мы ищем способ влияния на умы, так, чтобы это было незаметно. И все стало понятно. То есть это большая ловушка, поэтому не ловитесь на это, пожалуйста. Пожалуйста, сделайте выбор в пользу священных писаний, потому что книги Шилы Парупады, я рискну немножко перефразировать, баджан, это наше истинное богатство. Им мы должны посвящать все наше время, нашу баджану и пуджу. Благодаря силе, которые обладают эти книги, наша деятельность пробудет нас преданность. Мы сможем видеть вещи такими, какими они есть. И прекрасные, божественные книги Шилы Парупады будут сиять на лотосе нашего сердца, принося облегчение нашим измученным, измученным, согласитесь, душам. Наша душа отравлена ядом разлуки с Верховным Господом. Наша жизнь полна горя и страданий, поэтому мы молим Шилу Парупады, пожалуйста, дайте нам вашу милость. Ваши книги стали для нас единственным прибежищем. Шилы Парупады, он присутствует в его книгах, поэтому мы должны этим воспользоваться, мы должны сделать правильный выбор. И Духовный учитель нас наставляет именно в таком направлении. Духовный учитель он сам, он постоянно изучает Священное Писание. Он постоянно, поэтому он всегда говорит только о том, что Священное Писание. Он не говорит вообще больше ни о чем. Все, что он говорит, оно основано исключительно на Священное Писание. Поэтому наша задача, мы говорили о том, как мы можем спустить в унитаз просто эту человеческую форму жизни, поэтому мы должны приложить усилия, приложить усилия для того, чтобы найти истинного духовного наставника. Как вчера в Ведоцентре, я делал там небольшое сообщение, и одна замечательная Матаджа, она сказала, да знаем мы этих ваших духовных наставников, им вообще, кроме престижа, им вообще ничего не надо, чтобы вокруг них крутилось побольше людей, да они стригли купоны. Я подумал, что да, да, в этот век 99,9% даже больше тех, кто выдает себя за духовных наставников, они являются именно таковыми. Поэтому настолько сложно, настолько сложно найти ту личность, которая является истинной духовной. Поэтому изучайте этот вопрос, всегда изучайте, и это никогда не поздно, даже если вы уже получили посвящение и подумали, что вам непосредственно духовный наставник уже не нужен. Нет, он нужен всегда, он нужен просто всегда. Мы можем сказать, часто приходится слышать такое мнение, что, ну, мой наставник, он не является освобожденной душой, Шила Праупада является освобожденной душой. А мой наставник, ну, нет, нет, ну, как он может быть освобожденным? Ну, совершенно обычный, я видел, как он в туалет заходил. О чем тут вообще речь? Но сам Шила Праупада в своих книгах, мы не читаем книги Шила Праупада, поэтому мы не знаем, что Шила Праупада пишет, что тот, кто идет за освобожденной личностью, он уже освобожден, он уже совершенен. Как тот ученик, который ремонтирует машину под руководством опытного механика, когда механик ему говорит, что делать, он ремонтирует машину совершенно, на сто процентов. Механик просто говорит ряд, тот, кто идет за совершенной личностью, тот, тот уже совершенен. Его, как говорит Кришна, мантов я, то есть надо считать, надо считать святым, да, потому что он уже, он освобожден, он идет за совершенной личностью, и поэтому он совершенен. И как мы говорили, есть гуру-спаситель, есть множество гуру-помощников. И нам нужно изучать этот вопрос, мы должны изучать этот, науку об ученичестве эту гуру татву истинно духовном учителя того чтобы найти прибежище у такого истинного духовного учителя и тогда и тогда наша жизнь увенчается успехом только тогда спасибо большое за ваше внимание шилобру падаки же если у вас какие-то вопросы дополнением возражением нет вопрос да пожалуйста если у нас микрофон формулу я вам дам формулу да я вам дам формулу да вопрос в том что когда мы читаем все священных писаниях все так бездоганно все чудово все перфектно да а потом когда на практике мы применяем не получается уходит из памяти формула есть формула духовного счастья есть однажды к шиле правопаде пришел доктор капур его будущий духовный брат и сказал что что пропадам ускала я открыл формулу духовного счастья и тот сказал да формула шила правопада уже был мирской жизни как бы фармацевтом да то есть это доктор капур сказал что давай я записываю там кальций натрий там сколько сколько чего шила пропада сказал ему форму тринадо пису ничина тару раписа хишнуна аманина манадена киртани ясада хари то есть святыми на господа следует повторять смиренном состоянии ума считая себя ниже соломы валяющийся на улице нужно стать терпеливе дерева полностью освободиться от чувства ложного престижа и быть готовым оказать почтение каждому только в таком состоянии ума можно повторять святое имя господа постоянно да все выглядит очень совершенным образом но мы читали что память коротка да все уходит из памяти муха как я сказал она пять раз в секунду бьется о стекло потому что память короткой у нас такая же память как у мухи к сожалению мы во многом подобным мухам особенно в том что мы выбираем в качестве так сказать объекта своих привязанностей мы подобным мухам но не пчелам так потому то нам и нужен духовный учитель нам нужен наставник не тот духовный учитель который два раза в год приедет на фестиваль нет нам нужен непосредственно ставник который является для нас примером этого знания который своей жизнью воплощает воплощает это знание и тогда мы не забудем и тогда мы не забудем шансов забыть не будет тогда мы всегда будем пометовать как говорится smart авиам садата вишнуру вис марта венаджат учит то есть суть всех правил и предписаний всегда помните верховном господи то есть помнить то что находится священных писаниях всегда помните никогда не забывать а что такое помнить что такое помните верховном господь вы знаете что такое помнить мой наставник мне объяснил что такое помнить о господи это значит все видеть связи с господом да как шила прупада говорил господь это вкус воды вы пьете воду и понимаете что господь дал вам эту воду я вкус воды вы должны все видеть с господом любые обстоятельства вы ждете когда господь мы ждем когда господь проявится перед нами до когда он придет с флейтой с павлиним пером до постучит нашу дверь он проявляется в нашей жизни ежесекундно главным образом через обстоятельства иногда он приходит лично но мы игнорируем его нет мы же вы не заметим даже ну как мы он приходит лично ему все равно проигнорируем как через несколько секунд он придет через крем минут он придет форме святого имени но мы будем заняты чем-то другим моего мы вот так же проигнорируем то есть все видите с господом и второе это помнить что господь это самое дорогое что у нас есть про упада говорил dear most object то есть самое дорогое самое дорогое что у нас есть это это верховный господь это наш самый дорогой друг и духовный учитель является живым носителем этого знания он является живым носителем этого знания поэтому нам необходим наставник который мы будем видеть постоянно желательно не реже чем раз неделю который своим примером показывает нам реальность того знания которые мы читаем и забываем как-то муха нам нужен живой пример шила бактиси тандас развать это кур говорил что я думал что духовная жизнь это теория до того как я встретил моего духовного учителя поэтому нам необходим наставник сами мы ничего не поймем мы ничего не поймем священных писаниях нам нужен наставник мы не поймем мы даже книги шила правопады все равно исказим мы пропустим и через призму нашего ума наши четыре недостатка и ничего у нас не получится я помню как я работал над 10 главы второй песни шим от богатым я вообще там ничего не понимал я прослушал лекции шила правопады я чуть чуть что-то понял но я я ничего не понимал потом я прослушал лекции которые здесь читались в храме по этой главе что-то затеплилось но я пришел к наставнику и он не все раскрыл и мне просто все раскрыл что поэтому нам нужен живой пример знания то что мы принимаем живого наставника не какого-то там теоретического который уже покинул эту планету или который к нам приедет раз в год может быть то что мы принимаем духовного наставника это естественным образом ставит нас смиренное положение это позволяет нам культивировать правильные качества очень много очень много доводов за то что у нас должен быть такой наставник у которого мы должны принять прибежище и тогда наша жизнь увенчается успехом и будет совершенной и только тогда спасибо за ваше терпение если еще вопросы вопрос да пожалуйста я никогда не стрида вопрос в том что в девять раз ум вожделения и чувство женщины сильнее чем аналогичного мужчины я не помню такого в комментариях шила пропады я не помню может быть пара тоже к пробу вы знаете это правильно это хорошо да вот видите наставник он перевел для меня вопрос и в комментарии в то что я помню относительно шила пропада однажды говорит о не однажды но я помню одно место где он говорит сравнивая частности интеллектуальные способности мужчин и женщин он говорит что это в молитвах царицы кунти он говорит что женщины более простодушны до их легче обмануть и да в какой-то степени у них больше материальных желаний там но тем самым легче привязаться к богу благодаря своему простодушу им легче привязаться им легче принять его им легче принять но на самом деле вы знаете в наш век кали уже очень конечно смешаны эти функции мужчин женщин но все равно у женщины всегда остается ее природа женщины есть своя природа мужчины своя природа и мы не можем как-то это не учитывать есть определенный этикет взаимоотношений и это отдельная тема спасибо за ваш вопрос но конкретные цитаты и шастер я то что я говорил это из молитв царицы кунти есть шимат багава там вот туда же в этом томе восьмой песне мы можем найти где шила пропада говорит об этом да в комментариях в царица кунти говорит что мы женщины не обладаем развитым интеллектом до для того чтобы познать бога что делать шила пропада говорит да но тем самым это с другой стороны то есть обратная сторона медали да это просто души она позволяет легче принять бога легче принять бога свое сердце спасибо если да вопрос есть ответ на вопрос да пожалуйста пожалуйста громче не слышно кардам амуни и с кем с этим мы сроком с вами буман есть наставление к беседе кардам амуни и своим буману дэвахути кардам амуни дэвахути в их беседе да это тоже это по этой теме очень важная да спасибо большое за ваше знание шастер ваше дополнение спасибо если еще дополнение вопрос где вопрос харе кришна вопрос в том что значит помнить кришну никогда не забывать это мы говорили это два аспекта это все видеть связи с кришной это первое и помнить что кришна наш самый дорогой друг наш самый большой доброжелатель это два аспекта это мой наставник постоянно это повторяет может быть я с десятой попытки где-то смог запомнить и смог сейчас об этом сказать да становится жарко самая большая температура в мире вообще по версии юнеско она зафиксирована во брендаване во брендаване зафиксирована в святом месте зафиксирована на холме говард хан еще более того 61 градус цельсия это самая высокая температура которая зафиксирована вообще на нашей планете вот так что как мы говорили в духовном мире жизнь кипит бурлит она как шла пропада говорил она не стегнант она не статично духовная жизнь динамично поэтому если нет больше дополнений мы перейдем сейчас к следующему пункту наша программа это это киртан это воспевание святых имен господа большое спасибо за ваше внимание шила про упадок и джай шила пропадок и